Заслушать информацию про строительство Камского моста предложили оппозиционные фракции. Парламент, обычно не поддерживающий такие инициативы, здесь проявил единодушие. Всё-таки мост – это перспектива развития региона. Когда же он будет сдан? Сегодня главный вопрос министру транспорта и дорожного хозяйства. Планируется открытие рабочего движения к дню государственной Удмуртской республики. Речь идёт только о рабочем движении. Это позже в интервью журналистам подтвердит и председатель правительства. Работы на мосту ещё продолжаются. Нужно укрепить насыпи, но сроки урезает погода. Так что завершать будут в следующем году. И это нисколько не противоречит условиям консессионного соглашения, уточняет премьер. Строительство моста – это три года с момента первой оплаты, первого актирования денег. Я сказал, что первое актирование денег произошло в июне 2014 года. Поэтому мы никаких сроков не нарушили. Мы хотели его сдать раньше срока. Но и погодные условия, и финансовые возможности, и кризис тоже, он всё равно сказывается, в том числе и на этой отрасли. Они не позволили нам его в полной мере запустить. Строительство моста финансируется из нескольких источников, напоминает руководитель Миндортранса. Республика, федеральные центры и банк условия выполняют. Задержки идут со стороны консессионера. Долг – порядка двух миллиардов рублей. Растут и невыплаты по зарплате. На сегодня сумма превысила 80 миллионов рублей. Этот вопрос на контроль взял республиканский парламент. Та ситуация, которая сложилась вокруг выплаты заработной платы по тем людям, которые работали на этом объекте, наверное, конечно, это недоработка. В первую очередь, работа на территории. Думаю, что тут надо принимать меры с тем, чтобы люди заработанные деньги получили. Все вопросы с финансированием, зарплатными долгами, завершением работы, республика намерена прояснить в ближайшие дни. В четверг в Удмуртию должны приехать консессионеры. Оксана Хуликова, Юрий Зелененький, телеканал «Мои Удмуртия». Спасибо. 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 Спасибо.